ребят всем привет та же самая у нас альфа только новая проблема если не смазывать тросик то он будет зависать в коробе и вот такая же ситуация как видите у нас но если же рукой помочь вилочки уйти вниз то это делалось отщелкивается и в сцепление вроде бы возвращается на место но потом она как видите опять клинит частично проблема скрывается в самом тросе и частично скажем по куполу выжима сцепления болт натяжение сцепления как видите у нас уже выкручен на максимум но сцепление все равно не работает должным образом немного его скрутим обратно боже все поржавело все закисло внимательно короче владелец здесь очень любит свою технику а а а а а как видим трос у нас сухой ни грамма смазочки абсолютно нету то же самое дело здесь ну хотя бы одно радость что он не ржавый так вот это дело уже можно отсюда удалить ну как резинка уже давно свой срок годности исчерпала и это уже не резина это уже скажем так пластик самый настоящий ну и теперь немножко так смажем сам трос и а а а 2 и и ну вот можно сказать что сюда уже кто-то лазил не должно быть вот такого вот люфта здесь должен быть такой чуть-чуть минимальный люфт а здесь у нас как видите вот когда начинается выжим ну то есть сейчас попробуем выставить и управлять опускаем винтик слишком сильно еще чуть-чуть ну вот как видите не слишком плотно и не слишком так скажем болтается здесь можем контролировать обратно и теперь вытаскиваем сам валик ого короче по ходу здесь все плохо короче закисло в детстве ну и вот видим что все грязные все в песке в каком-то болоте нет никакой смазки вот здесь что-то есть похоже на смазку но это вряд ли она и частично вот из-за этого тросик нормально не хочет возвращаться обратно потому как все это дело клинит закусывает ну и так далее и первым делом вилочку в этот вот нужно почистить и ну что ж накинул я вилку без пружины обратно установил тросик отрегулировал сцепление и начало нормально работать но как видите по-прежнему винт натяжки троса выкручен на максимум это нас не устраивает нам нужно хотя бы чтобы он был где-то посередине может даже и чуть выше дабы у человека был запас регулировки натяжения троса в прошлом видео я подкладывал вот сюда вот гаечку дабы приподнять трос ну то есть для того чтобы у винта натяжения был больший запас регулировки но сегодня я не буду ничего подкладывать я буду вот эту вот вилку опускать ниже дабы запас регулировки у нас был намного много больше потому как часто случается так что даже вот человек покупает новый трос выкручивает его практически до конца и тогда уже сцепление начинает нормально работать но потом по истечению некого времени тросик естественно тоже растягивается и у человека не остается резьбы чтобы натянуть тросик и начинается вот такие вот проблемы с сцеплением плохо работает сцепление плохо переключается передачи ну и так далее итак вот эту вот резиночку типа защитную я снимаю потому как вот эту вот часть я сейчас буду греть если у нас вилка вот так вот стоит на мопеде то нам вот этот вот скажем так рычаг нужно просто будет чем-то крутануть вниз здесь также я сделал уже меточку дабы видеть насколько же мне но и хочу сказать что единого стандартно например что вот нужно вот эту вилку вот на два или на три миллиметра сместить вниз нету в каждой тросе каждое сцепление каждая вилка ведет себя как я наблюдаю по-разному ну то есть я ее чуть-чуть опускаю вниз и ставлю на мопед и пробую кручу вилку до той степени пока у винта натяжки троса будет скажем так видно только два или три миллиметра резьбы главное не перепутать главное не потянуть и он назад обратно вверх а то есть нужно вниз вверх а то есть и теперь вот так чуть-чуть потянули ну и вот видно по маркеру насколько сместилась где-то на 2 миллиметра ну и теперь пробуем ну что ж этого оказалось немножко маловато нужно еще хотя бы так на миллиметр опустить ее вниз ну вот чуть-чуть поджали вниз и теперь снова идем пробовать последние регулировки было достаточно даже можно сказать так чуть-чуть я перестарался потому как надеюсь видно будет что регулировочный винт скручен полностью остепление у нас так чуть-чуть ощущается что кик как бы проваливается то есть она немножко буксует но это ничего страшного ведь у нас же есть вот так вот регулировочный винт и мы с помощью него можем исправить так нам надо так чуть-чуть его подпускаем и затягиваем так теперь снимаем устанавливаем обратно защитную резинку вообще-то у нас здесь ни фига не защитная как видно все было грязное но пускай стоит смазываем все это дело смазывай вот кой вот что это у меня она с масло для рулевых колонок не забываем обратно одеть пружинку и ставим обратно шплинт вареного и охлажды вот вареное мы вареное вареное вот и вареное вареное итак регулировочный винт сцепления как видите сжат практически до конца но здесь всего лишь 2 миллиметра мне пришлось подрегулировать чтобы сцепление отпускала так чуть дальше за середину а Ну что ж, народ, у меня пока все. Надеюсь, это видео было вам интересным и познавательным. Берегите свою технику. Всем пока. Орда. И будьте внимательны при покупке вон таких вот запчастей.